Для всех, кто любит читать, молодежное читательское объединение любителей книг «Секрет Бук» возобновило работу в стенах детской библиотеки имени Пушкина. В клубе собираются ребята, которые неравнодушны к чтению. В теплой компании единомышленников за чашечкой чая можно поговорить о своих читательских предпочтениях, обсудить последнюю прочитанную книгу, подискутировать и обменяться мнениями. Цель этого объединения была очень простая – попытаться объединиться людям читающим, у которых еще остался интерес к бумажной книге, с целью обсуждать прочитанное, делиться какими-то мнениями, находить себе, подбирать книжки новые по интересам, ну и в том числе просто общение. «Секрет Бук» появился на свет в 2014 году. Инициаторами его создания стали учащиеся с РФТИ. За это время сменилось два поколения книжного клуба. Сегодня читательское объединение возобновило свою работу благодаря студентке Елене Агаповой. Я узнала о нем в прошлом году еще, но у меня было мало времени, а сейчас оно появилось и захотелось поучаствовать в нем. Я надеюсь, что мы будем обсуждать то, что прочитали, и либо читать что-то вместе одно и обсуждать, либо каждый будет рассказывать о своих каких-то интересных книгах, о том, что он узнал нового, чтобы заинтересовать окружающих. На первой встрече книжного клуба участники знакомились, обсуждали свои читательские вкусы, разговаривали о писателях и их художественной манере, размышляли о возможных темах и форматах следующих заседаний. Я ожидаю новых впечатлений, нового взгляда на литературу, что-то новое для себя. Мне нравится художественная литература, и больше всего я предпочитаю именно отечественную классику почему-то. Из любимых авторов у меня Достоевский, Федор Михайлович. Встречи читательского объединения любителей книг «Секрет Бук» будут проходить два раза в месяц по субботам. Следующее собрание клуба состоится 9 октября в 16 часов. Тема встречи – последняя прочитанная книга. Мероприятие для лиц старше 14 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов.